А теперь к новостям спорта. На Кубани продолжаются соревнования по футболу среди дворовых команд и команд образовательных учреждений спортивной направленности на Кубок губернатора Краснодарского края. Несмотря на то, что футбольные соревнования проходят на каникулах, желающих сразиться за Кубок очень много. Но получит заветный трофей только одна команда. Сейчас начался этап зональных соревнований. По его итогам определятся победители, которые будут представлять свой район на финальных играх в крае. По уже сложившейся традиции зональные соревнования по футболу среди дворовых команд на Кубок губернатора проводятся в Славянском районе. Хорошая материально-техническая база наших стадионов позволяет провести игры на высоком организационном уровне. В первый соревновательный день на поле детско-юношеской спортивной школы «Виктория» вышли самые юные футболисты. Ребятам всего по 9-10 лет. Вообще всекубанский турнир проходит в трех возрастных категориях. В зональном этапе примут участие в общей сложности 52 тысячи ребят в возрасте от 10 до 15 лет. Сегодня проводится третий этап зональных соревнований на Кубок губернатора Краснодарского края. Наша команда усердно готовилась к этому серьезному соревнованию. Команда находится в хорошем игровом тонусе. Мы рассчитываем только на победу. Славянский район на футбольных состязаниях представила команда «Виктория», которая ежегодно принимает участие в этом турнире. Футболисты долго и усердно занимаются на тренировках, поэтому практически каждый год выходят в финал зональных соревнований. У нас тренировки проходят по полтора часа. На тренировках я занимаюсь, отрабатываю все. Сразиться за кубок приехали гости из восьми районов края. Юные футболисты готовились к состязаниям, не жалея сил, посвящая все свободное время тренировкам. Каждый из них решительно настроен на победу. Готовился хорошо, и все остальные тоже. Готовы и будем сражаться за первое место. Всекубанский турнир среди дворовых команд на Кубок губернатора проводится с 2005 года. Организатор соревнований – Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. Турнир позволяет выявить талантливых ребят, да и в целом занять их полезным и интересным делом в летний период. Заключительный тур соревнований пройдет с 1 по 9 августа. Тогда и будет определен обладатель Кубка губернатора. Наталья Лях, Георгий Калинин. Программы События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова